МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы слышали музыку, и они говорят, вот, смотрите, вот, слышите, видите? Несколько раз Земфиру просили прекратить ночные репетиции. Наконец в студии всё-таки появилась хорошая звукоизоляция. И музыка по ночам перестала беспокоить соседей. Но однажды у ЖЭКа появилась необходимость заменить участок водопроводной трубы. Для этого рабочим пришлось отправиться в гости к пельнице. Хожу, зашёл там, двое или трое ребят, и она такая худенькая. Это она, она мальчика была похожа. Ну, и, конечно, в результате, когда я сказал, что там надо звукоизоляционную панель, надо убрать для того, чтобы произвести нам это, замену участка трубы. Громить свою студию Земфира не позволило. Начался скандал. С одной стороны, если не заменить трубу, весь дом окажется без воды. С другой, снимать звукоизоляцию тоже нельзя. Установить её обратно могли только специалисты. А это стоило немалых денег. Ну, когда я стал назад уходить, в принципе, она мне нанесла удар кулаком в эту часть. Вправо, да, в бок вот так вот. Ну, типа как вот, почти как каратисты с вращением кулака. Но драка на этом не закончилась. На помощь Земфире сразу бросился её гитарист. Ну, он, да, тоже подошёл с гитарой, в принципе, если бы я что-то, какие-то действия или рукой там что-то предпринял, естественно, был бы инцидент. То есть мы были бы, наверное, сто процентов разыграли так, чтобы мы были виноваты. Она женщина, туда-сюда, я руки поднял и так далее. Писать заявление в милицию Владимир не стал. За несколько дней до скандала мужчина прочитал в газете, что певица серьёзно больна и попросту пожалел девушку. С другой стороны, мне стало, в принципе, и жалко. Человек, который живёт на таких лекарствах, она живёт просто. Она же была до этого, она была как бы плотная такая, когда я знаю, она появилась. А сейчас она, ну, как говорится, ну, жалко просто. Со временем трубу всё-таки заменили. Но только тогда, когда Земфира вместе со своей студией переехала в другой дом. Хотя местные жители предлагали певице компромисс. Помимо занятий собственным творчеством, открыть для детей музыкальный кружок. Хотя, в принципе, она могла бы там остаться. Я ей тоже там вроде сказал, когда уходил, я говорю, вы могли бы детей набрать, которые живут в этом доме, в этом районе, и ими заниматься. То есть к искусству привлекать. А фактически ответа нет. И на сегодняшний день, я так понял, что с детьми не работает она. Ещё одной жертвой Земфиры стал известный фотограф Дмитрий Михеев. На одной из светских вечеринок он спросил у певицы разрешение сделать несколько её фотографий. Однако артистка грубо отказалась. Дмитрий расстраиваться не стал. И начал снимать другие знаменитости. Дело просто сзади. И оно вообще никаким образом в кадр не выпадало. И почему-то ей показалось, что я снимаю именно её. Неожиданно для фотографа Земфира оказалась рядом с ним и потребовала удалить все её фотографии. Дмитрий вежливо объяснил, что их не существует. И, думаю, она подошла ко мне и после длинного матерного диалога зачем-то меня ещё удалял в лицо. Уже на следующий день эта история попала на первые полосы столичных газет. Ну, может, ей стоит ко врачу сходить как-то в Земфире. Потому что, ну, приступы агрессии – это же вообще ненормально. Зачем кидаться на людей? Тем более, ты звезда, к тебе приковано пристальное внимание. Каждый твой шаг обсуждается. Надо себя как-то держать в руках. Те, кто страдает от звёздной агрессии, чаще всего отделываются синяками и громкими скандалами в прессе. Владимиру Кострику повезло гораздо меньше. Звезда российской рок-музыки Гарик Сукачёв буквально переехал всю его жизнь. В июне 2001 года мужчина со своим 11-летним сыном решил поехать купаться. На Пеловском андрихорище было запрещено даже моторным лодкам, плоскодонкам, казанкам. Вот. Ездить. А здесь получился какой момент? Летит яхта. Беленькая. Я даже нырнуть под неё не смог. Просто по людям пошло и всё. Владимира моментально затянуло под днище. А ещё через мгновение вынесло обратно на поверхность воды. Мужчина был буквально изрублен винтами. Ребята рыбачивали в камышах. На простой. Вот они меня, кстати, и спасли. Потому что мне было перебито две ноги. Вот одну ногу я успел привязать, извините, к плавкам. Вот, крикнул, помогите. И не более того. К счастью, Владимир не потерял сознание и смог добраться до берега. Там он лицом к лицу и столкнулся с Сукачёвым. И понял, почему тот даже не обратил внимания на купающихся. Когда он подъехал, он был неадекватен. Два с половиной года Владимир провёл в больнице. Врачам пришлось ампутировать ему ногу. Сукачёв ни разу не позвонил и не пришёл в больницу. Мне ничего от него не нужно. Ну, хоть протез сделай. Просто хоть протез мне оплати. Он этого не сделал. Была послана прямым текстом. Доказать вину Сукачёва было невозможно. По документам, его вообще в тот день якобы не было на яхте. Не дошло вообще дело до суда. Развалили на месте. Даже до суда не дошло. Не дошло. А ему всё разрешено. Ну, он же неприкасаемый. Он просто неприкасаемый. У них же группа была неприкасаемая. И всё, он наглый, как... Я не знаю кто. Бульдозер. Вот так встретиться на улице. Я даже сейчас могу ему морду набить. От толку-то? Если у человека нет совести, бесполезно с ним беседовать. Мужчина потерял всё, что у него было. Чтобы оплатить лечение, пришлось продать дом и две машины. На работу с такими травмами его тоже никто не просил. Я только работаю. Я семью потерял. От меня жена ушла. Ну, это и на её совести пускай будет. А так работа, всё полностью. Всё крахом. Кто меня возьмёт? Мне больше сорока пяти. Клешни нет. Свою квартиру Владимир отдал бывшей супруге. Теперь ему приходится жить в гараже и спать в машине. Мастер на все руки, Владимир сам сделал протез, чтобы управлять автомобилем. Признаваться в этом мужчина не хочет, но идти ему больше некуда. Я в дом не захожу. Потому что тяжело или потому что сами так решили? Я сам так решил. Зачем? Если женщине не нравится, я не буду ей ненасильником. Ошибки, видимо, ничему не научили Сукачу. В мае 2009 года под колёсами его байка оказался человек. Шёл плотный поток машин и вот этот мотоцикл, который управлял Гарик, перед ним, в общем, выскочил человек, который попал ему в мотоцикл. На место аварии сразу же прибыли все службы. Очевидцы ДТП утверждали, ехал Гарик не больше 60 километров в час. Но родные пострадавшего в эту версию не верят. Всё получается как закуплено. Потому что человек на такой скорости, он не мог его так переломать. Он, наверное, проехал по нему. Врачи нам тоже не говорят никакой картины. Потому что переломаны обе ноги. Переломана рука. И две кости тазобедренного сустава. Знакомые Сукачёва уверены, виноват в этой аварии пешеход. Не знаю, как Гарик ездит, он достойно ездит. Аккуратно ездит, не агрессивно? Нет, он очень спокойно. Потом такие мотоциклы, они не для того, чтобы носиться. Удивительно, но дело и с этой аварией удалось замять. А мужчина, который оказался под колесами у Сукачёва, и вовсе бесследно исчез. Сегодня остаётся только гадать, кто же на самом деле виноват. Неприкасаемая рок-звезда или пешеход, который просто переходил дорогу. Сразу после короткой рекламы. Сколько человек пострадали в очереди на кастинг нового проекта Аллы Пугачёвой? И какой ценой на сцену пробился победитель? Субтитры создавал DimaTorzok